В этом видео хочу поговорить про вакцину от ковид-19. Сразу предупреждаю, что данным роликом я ни в коем случае не призываю кого-либо идти и вакцинироваться, если вам лично этого не хочется. А также я не осуждаю тех людей, которые не хотят этого делать из личных соображений. Сейчас, подождите, меня чё-то клинит. Фух, не обращайте внимания, это у меня просто был приступ киберпсихоза. Ладно, это шутка, конечно. Для начала хочу вам рассказать, как я сам перенёс вакцину, а также как её перенесли мои близкие родственники. Отечественную вакцину «Спутник Ви» я пошёл делать ещё в марте по просьбе родителей. Коронавирусом я ни разу за год так и не заболел, поэтому антител у меня не было. Я записался на сайте госуслуг на вакцинирование и пришёл в ближайшую поликлинику к моему фактическому адресу проживания. Когда я туда пришёл, как ни странно, огромной очереди там не было, и всё проходило по записи. Мне дали бланк, в котором я должен был указать, есть ли у меня какие-либо противопоказания. То есть, как часто у меня повышается или понижается давление, есть ли у меня какие-либо хронические заболевания, есть ли у меня вредные привычки, какие-нибудь острые инфекционные заболевания, гиперчувствительность к вакцинам в принципе. В общем, там был огромный листок А4 с целым перечнем противопоказаний, которые нужно было заполнить. И я всем вам советую, если вы всё-таки захотите сделать вакцину, пройдите сначала полную диспансеризацию в одной из государственных клиник. Или даже частных, если у вас, конечно, финансы позволяют. И подробно изучите перечень противопоказаний. И если у вас есть какие-то серьёзные противопоказания, то есть хронические болезни, аллергические реакции, то лучше пока что от вакцинации воздержитесь. Ну так вот, рассказываю про себя. У меня с детства здоровье было отличным, каким оно, собственно говоря, является и по сей день. За год я могу заболеть только два раза простудой из-за смены климата. Ну и иногда меня может где-то жёстко продуть, там то летом, то зимой. Ну в общем, со здоровьем и с иммунитетом у меня всегда всё было замечательно. Поэтому бланк с противопоказаниями я заполнил максимально честно. После этого мне сделали саму прививку и рассказали о том, какие правила нужно соблюдать в первую то ли неделю, то ли полторы, я не помню какой там срок. Ну в общем, ты не должен употреблять спиртное первые три дня точно, переохлаждаться, то есть выходить на улицу недостаточно теплоодетым. Потом там были ещё какие-то рекомендации, я все уже и не помню. Но в любом случае соблюдать их не представляло никакой гиперсложности. Я все эти рекомендации соблюдал, поэтому у меня как таковых осложнений не было, от слова совсем. Ну единственное, что рука побаливала, ну это очевидно, потому что укол делался в мышцу. Но никакой головной боли, тошноты, повышения температуры и прочих подобных побочек у меня не было. Кстати, после второго этапа вакцинации то же самое, не было абсолютно никаких побочек. А теперь по поводу моих родных и близких. Вакцинацию у меня также сделали родители, и даже при том, что они уже люди в возрасте, они её перенесли также без каких-либо побочек. Была только боль в мышце, куда сделали укол. А также у меня вакцинировалась моя девушка, и даже при том, что у неё довольно слабый иммунитет, то есть ей в принципе довольно легко, к примеру, простудиться, она вакцину также перенесла без каких-либо побочных эффектов. Единственное, что у неё на следующий день немного голова болела, только и всего. Поэтому мой вам совет, если собираетесь делать вакцину, подробно ознакомьтесь со всеми противопоказаниями, а лучше проконсультируйтесь с врачом в частной клинике. А если вы уже сделали вакцину, будьте добры соблюдать все рекомендации, которые вам скажут. А вот что порой происходит с людьми, которые пренебрегают этими правилами, я вам сейчас и расскажу. Буквально три месяца назад я в Телеграме переписывался с одним мужиком, который ещё год назад заказывал у меня рекламу. И он мне рассказывал о том, что сейчас он работает в ритуальных услугах. И вот однажды он мне рассказал про один случай, где мужик умер знаете от чего, сделал вакцину от коронавируса, и в этот же вечер, что сделал? Правильно, набухался. И на следующее утро опохмелялся он уже на небесах. Как бы я понимаю, что это не смешно, но всё же. Вот из-за таких случаев, как раз таки, когда люди пренебрегают противопоказаниями, пренебрегают рекомендациями, и строятся конспирологические теории о том, что во всём виновата вакцина. Это знаете, как в том анекдоте. Мужик купил на рынке тухлый кусок говядины и сожрал его сырым. А потом пошёл в кафе и попил кофе с круассанчиком. Наутро у него в туалете произошла ядерная бомбардировка, но мужик пошёл в кафе и написал жалобу, что это вот круассанчики там были испорченные. Тут то же самое. Поэтому тем, кто верит в конспирологические теории о том, что вакцина убивает, через вакцину нас чипируют, один мой знакомый вообще мне заявил, что ты раком заболеешь после вакцины, объясняю вам вкратце. Скажу сразу, что я не химик, не медик, поэтому более подробно объяснить я вам это не смогу. Но всё же, как работает любая вакцина, не только от коронавируса? Вакцина от коронавируса отличается только тем, что тебе вводят два компонента с разницей в 21 день. То есть прививка эта двухэтапная. Если объяснять прям совсем примитивно, то через прививку тебе в организм вводят ген данной болезни, то есть малую её часть. И делается это для того, чтобы твой организм на этот ген отреагировал и выработал антитела. То есть, по сути дела, тебя просто-напросто с помощью прививки слегка заражают этой болезнью. И понятное дело, что каждый организм будет на это реагировать по-разному. Всё-таки у всех людей абсолютно разный иммунитет. Но для того, чтобы твой организм отреагировал на это максимально безболезненно, нужно, во-первых, учесть все противопоказания, а во-вторых, уже после прививки соблюдать все рекомендации, которые тебе дали. Потому что первое время после прививки твой иммунитет ослаблен. Вакцина – это не то, что ты один раз себе вколол, и всё, ты супергерой. Можешь делать всё, что хочешь, и ни в коем случае не заразишься. Нет, первое время придётся в чём-то себя ограничить и соблюдать все рекомендации. И только тогда твой организм вполне адекватно перенесёт вакцинацию. Теперь к вопросам о том, работает ли вакцина «Спутник Ви». Ведь когда она только появилась, многие, да и до сих пор особо ничего не поменялось, относились к ней довольно скептически. Мол, как вообще в России могли что-то нормальное создать? А я вам говорю на своём опыте, что эта вакцина работает. Ни в коем случае не утверждаю, что со всеми это так работает, но со мной и с моей девушкой она сработала. А именно, недавно мой лучший друг заболел коронавирусом, ну, правда, в лёгкой форме, но всё же. И когда я его решил навестить, я от него не заразился. А потом мы с девушкой решили сделать тест на антитела, и у нас они выработались. Теперь я ещё и родителям сказал, чтобы они пошли и сделали этот тест. Ну и в общем, что тут хочу сказать. Я никого не призываю прямо сейчас идти и делать вакцину от коронавируса. Я вам даже больше скажу, если вас на работе заставляют делать эту прививку под угрозой увольнения, это прямое нарушение закона. И никакого официального постановления о том, что каждый гражданин обязан делать прививку, не было. Но всё равно, если у вас нет каких-либо противопоказаний, и вы ещё не болели коронавирусом, я бы лучше на вашем месте эту прививку сделал. И кто мне сейчас скажет, что вакцина это не гарантия того, что ты не заболеешь, я вам отвечу. Вот я десантник, я служил в воздушно-десантных войсках и прыгал с парашютом. И знаете, парашют это тоже далеко не гарантия того, что ты не разобьёшься. Поверьте, за год моей службы по всему ВДВ было целых три случая гибели. Ну давайте тогда вообще без парашюта прыгать, ну парашют же не гарантия. А конспирологическую теорию, связанную с чипизацией населения, я тут даже затрагивать не буду. Потому что, ну это уже вообще полнейший бред сумасшедшего, который всерьёз-то воспринимать нельзя. А теперь заключительная часть моего ролика. Опять же, я тут не пытался кого-то оскорбить или задеть. И я не считаю дебилами тех людей, которые отказываются вакцинироваться по каким-то своим соображениям. Но мой вам совет, прежде чем составить какое-то своё мнение относительно какого-либо вопроса, будь то вакцинация или что-либо ещё, сначала всё досконально изучите, прочитайте медицинские статьи от различных источников, прочитайте состав этой вакцины, почитайте противопоказания, пройдите диспансеризацию, пообщайтесь с людьми, которые делали эту вакцину, спросите у них, как они себя чувствуют, есть ли какие-то побочки. И только потом уже составляйте какое-то своё мнение по этому вопросу. И никогда, ни в коем случае не ведитесь на всякие фейки и вбросы из интернета. Из серии «Вакцина убивает и заражает раком», потому что я вконтактике там запись в паблике увидел с какой-то статьёй от учёных. Но правда, кто эти учёные, какое у них образование и существует ли вообще такая статья, я не интересовался. Ну в общем, проверяйте всю информацию досконально и только на проверенных источниках. И не руководствуйтесь информацией из серии «Баба Маня там чё-то из деревни сказала». Да даже тому, что я вам сейчас рассказываю, всё равно подвергайте сомнению и ознакомьтесь с вопросом самостоятельно. А на этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольцы, чтобы не пропустить мои следующие видео.